Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря промышленная инфляция в США – очень важный компонент общего показателя индекса потребительских цен, который, как мы знаем, напрямую влияет на вектор денежно-кредитной политики США и, в принципе, на будущие действия Федрезерва, касающиеся ключевой процентной ставки. Изначально, в начале этой недели, мы ориентировались как раз на блок этих данных и ожидали, что именно эта статистика станет источником повышенной влатильности американского доллара. И индекс доллара, который снижается в последней торговой сессии, сегодня и завтра, когда выйдут данные по основному индексу потребительских цен, реально может получить очень неплохой импульс для роста и снова выйти к новым локальным максимумам. Также, помимо данных по промышленной инфляции, в 18.00 по GMT выйдет протокол последнего заседания американского регулятора, который еще больше может прояснить перспективы будущих действий Федрезерва. Хотя с позиции американского регулятора, по сути, в месячной давности мы очень хорошо знакомы. Знаем то, что большинство представителей американского регулятора все еще за то, чтобы поднять процентную ставку как минимум на 25 базисных пунктов. Под закрытие торговой сессии в 20.30 по GMT ждем отчет от Американского института нефти, АПИ, который, судя по прогнозам, может указать на снижение запасов нефти и топлива в Штатах, что потенциально стоит рассматривать в качестве факторов поддержки для котировок WTI. Бренд демонстрирует похожую динамику. Давайте теперь по порядку, по нашим инструментам, за которыми мы следим. Индекс доллара 105.52. Текущие котировки. Напомню, что ожидание промышленной инфляции, базовой инфляции сегодня, это тот самый отчет, который может подогреть интерес к этому инструменту, потому что по прогнозам базовой инфляции потребительских цен, который не учитывает цены на продовольственные товары и энергоносители, покажет восходящую динамику и достигнет в годовом выражении новых локальных максимумов 2,3% с прошлого значения 2,2%. В месячном выражении рост может составить 0,2%. Даже если говорить о показателе основном, который учитывает цены на продовольственные товары и энергоносители, рост все равно может быть значительным на 0,4%. И главный вывод, что если присутствует ожидание роста промышленной инфляции, можно говорить о том, что общие показатели инфляции тоже имеют предпосылки и какие-то предварительные признаки того, чтобы выйти на новые максимумы. И это оправдывает на текущем этапе жесткую риторику представителей Федрезерва, которые высказываются в пользу как минимум еще одного повышения процентной ставки до конца этого года. Среди позитивных факторов, помимо того, что рынок все еще верит в то, что ФРС поднимет ставку, стоит отметить последний прогноз Международного валютного фонда по темпам роста, по ожиданиям темпов роста американской экономики. В данном случае сейчас эксперты МВФ прогнозируют, что американская экономика в 2023 году вырастет на 2,1% с 1,8%. Это один из самых лучших показателей экономического роста среди развитых стран. И, конечно же, если говорить, например, проводить параллели с тем же самым Евросоюзом, где показатели экономического роста постоянно ухудшаются, и Международный валютный фонд тоже пересмотрел в негативную сторону, в этот раз с оценкой роста ВВП, здесь вывод тоже на поверхности. Торгуя контрастом, нужно видеть более интересные и лучшие перспективы, именно работая с американским долларом, а не с европейской валютой. Также стоит отметить касательно ситуации с индексом доллара последние комментарии представителя ФРС, голосующего члена американского регулятора, Филиппа Джефферсона, который отметил, что Федрезерву, да, до конца этого года, предстоит проделать еще много работы, но решения будут непростыми, потому что нужно соблюсти баланс между чрезмерным ужесточением денежно-кредитной политики и недостаточным. Но все равно в сухом остатке он делал акцент на то, что есть признаки роста инфляции, поэтому в целом повышение процентной ставки действительно может остаться основным сценарием. Я думаю, что в таких условиях нет никаких оснований. Пока что полагать, что доллар может перейти к развитию еще более мощной коррекционной динамики и вернуться к нисходящему тренду. Если будут для этого предпосылки, мы их обязательно обсудим. Но в текущих условиях я допускаю, что доллар может перейти к траектории роста уже до конца текущей торговой сессии. Золото 1859 долларов за тройскую лунцию два дня подряд. Штиль на рынке. По сути, не меняются котировки. Рынок ждет каких-то мощных катализаторов и триггеров. Если оценивать перспективы, куда может пойти золото дальше, я бы пока придерживался сценария того, что золото может перейти к развитию прежнего медвежьего тренда. И основание для этого – потенциал роста доллара, высокие показатели доходности американских облигаций. Десятилетки так и держатся в районе 4,65%. Отсутствие интереса со стороны институционалов. Мы помним последний отчет CFTC, Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами. Там вообще без комментариев. Минимальные показатели по контрактам со стороны хеджеров за последние несколько лет. И рыночный сантимент. 55% трейдеров сейчас находятся в покупках. Да, это не подавляюще. Скажем так, это большинство, если говорить про классическое соотношение показателей в рамках 100%. Но более чистые, интересные сигналы от сантимента поступают только тогда, когда распределение большинства и меньшинства находится в плоскости 70-30-80-20. Но то, что больше 50% трейдеров сейчас верит в продолжение роста золота, для меня еще одно сдерживающее обстоятельство, указывающее на то, что золото может напротив пойти, против толпы и перейти к развитию прежнего медвежьего тренда. Евро против доллара 1,06-0,4. Негативный прогноз сохраняется. Международный валютный фонд понизил прогнозы по росту ВВП страны ЕС с 0,9% до 0,7%. От лагард каких-то конкретных заявлений по поводу будущих действий Европейского Центрального Банка, касающихся процентной ставки, мы так и не услышали. Приходится работать с тем, что было сказано раньше о том, что ухудшение экономических условий уже заставило Европейский Центральный Банк пересмотреть свои ожидания по будущим действиям. И мы действительно полагаем, что Европейский Центральный Банк не пойдет в этом году на дополнительное ужесточение монетарной политики. В отличие от Федрезерва, который может это сделать, это тоже еще один фактор, если сравнивать перспективы доллара и евро. Фактор, указывающий на то, что евро будет все же больше уязвимым инструментом в текущих экономических условиях. Цели по евро-доллару снижение ниже отметки 1,05. Доллар японская иена 148,80. Текущие котировки на рынке накануне был солидный фундаментальный фон, который мог бы поддержать значительно позиции японской иены. Во-первых, прогноз МВФ по росту ВВП Японии был очень сильно улучшен с 1,4 до 2%. И база для этого улучшения – это сильный рынок труда, значительный рост потребительского спроса на внутреннем рынке и ожидание увеличения экспорта автомобилей. Причем, развивая эту тему, представители и аналитики МВФ сделали прогноз, что инфляция Японии в этом году достигнет 3,2%. В таких условиях, конечно же, было бы логично полагать, что Банк Японии откажется от мягкой экономической политики. Но этого, как мы знаем, пока что не происходит. И то, что пара удерживает позиции в районе многомесячных максимумов, доказывает то, что рынком сейчас правят спекулятивные факторы. И давление на иену оказывают спекулянты, собственно. Банк Японии пока с ними активно не борется и в связи с этим создает идеальные условия для нас ожидать еще одной волны покупок этой валютной пары с последующим тестом 150 иен за доллар. Там уже поговорим о возможности валютных интервенций, но пока что целеволюбориентир 150 иен за 1 доллар. Доллар канадец 1.3586, рост цен на нефть, потенциальный сильный рынок труда канадской экономики и ожидание того, что Банк Канады пойдет на еще одно повышение процентной ставки. На мой взгляд, этого фундамента достаточно, чтобы нивелировать любой рост американского доллара сейчас. И, пожалуй, канадская валюта – это единственное исключение, где я сохраняю такой бычий взгляд, если сравнивать, опять же, с перспективами американского доллара. Цели 1.34 все так же актуальны. И рынок нефти – 88 долларов за баррель, текущие котировки. Арабо-израильский конфликт – это основная тема. Если в него будет вовлечено большее количество стран, например, тот же самый Иран, то, конечно же, придется уже говорить о значительных рисках перебоя поставок и усилении дефицита предложения. Поэтому эта тема точно будет номер один, номер два, номер три. И она потенциально является мощным бычьим фактором для котировок Брента. И если будет эскалация этого конфликта, конечно же, котировки Брента прорвутся выше 90 долларов за баррель. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.